видео о нашей поездке в Собь всем привет, это наше новое видео после двухмесячного молчания на ютубе мы решили записать что-то новое, но перед этим хочется рассказать про три новости которые у нас появились для вас за это время во-первых, одним из следующих видео на нашем канале будет видео о нашей поездке в Сочи на Grounded Event оно уже почти готово, осталось доделать какие-то мелочи и я думаю в ближайшее время оно будет опубликовано во-вторых, появился второй канал, на котором мы рассказываем как снимать автомобили фотографировать, записывать видео, с чего начинать, на какой объектив, в какой программе обрабатывать фотки и все остальное, если вам это интересно, то вперед за ссылкой в описании и наконец-то третья новость, за период нашего молчания количество зеленых заборов в центре уменьшилось хотя бы на один и теперь мы хотим вам рассказать о том, что вы можете приехать в наш офис в центре посмотреть всю нашу продукцию вживую, выбрать что-то для себя, померить, ну и просто повидаться с Глебом а теперь перейдем к основной теме нашего выпуска Клин, заходи, постанова Лексус! Да нет, на самом деле, все, наверное, знают, с ним знакомы, хоть как-то частично но, наверное, его больше видели за прилавком Лоудейли Шопа на всяких выставках на самом деле у него есть тачка и мы хотим про нее рассказать Сейчас посмотрим на Лексус, который последние две недели в наших инстаграмах делал очень много бурнаутов Я хотел тебе сказать, помой тачку, но сейчас понимаю, что если бы ты ее помыл, она бы только лучше Ничего бы не изменилось Так, ну, в принципе, он выглядит нормально Передний бампер только потребовал замены, он немножко устал, и я не стал заморачиваться с его восстановлением Просто купил новый, по кузову есть всякие ништячки, которые я искал и хотел их поставить еще с момента покупки Это типа решетки радиатора от последнего рестайлинга, от гибрида Потому что она хотя бы не такая банальная, как у всех А потом по технической части все резинки, все соединения заменены на полиуретан Гонка же Вот, тормоза задние, тут у них тоже есть проблемки, там закисает направляющая В итоге я купил задние тормоза от Lexus LS 600, так как они двухпоршневые и большие Но под эту дудку случайно попались и передние В итоге пришлось поменять все тормоза в круг Спереди и сзади Спереди 360 мм, сзади 355 4 и 2 поршня, соответственно Еще задние фонари японские Потому что они светятся все секции, все четыре А не так, как у европейцев только две О, кстати, они горят Так, у них привычки в разы выше За колеса прошу тут ничего не говорить Да, это китайские колеса Я их купил для того, чтобы кататься на них зимой Так как у меня зимняя резина 18-ая И для зимы, считаю, самое оно Ну, а пока что на них одет полуслик Учитывая сегодняшнюю погоду, шикарный выбор Давайте мотор сначала посмотрим, что это так крутит Ну, короче, это самое крутое, что здесь есть Пластика нету пока Пока пластика нет, потому что проводка тоже еще не закрыта Все в процессе доделки, настройки И что-то где-то убирается, что-то где-то дополняется Поэтому пластик пока не ставил Вот, но я думаю, я его поставлю тогда, когда машина уйдет на полный перекрас И тогда уже все аккуратненько, новенько, чистенько На новеньких пистончиках все это поставится Ну, тут даже можно иногда запчасти некоторые найти, которые лежат Вот там у меня место есть, куда их складывать Есть всякие заглушки, еще что-то нашел Там все лежит Там должен стоять аккумулятор Изначально там стоял инвертор Потом у этого мотора там должен был стоять аккумулятор Ну, так как это гонка же Вот, аккумулятор стоит в багажнике На своем ненужном месте Глеб, можешь не закрывать, просто заведи Так, по выхлопу Давай выхлоп Было два варианта Либо купить выхлоп, забрать выхлоп от того самого Lexus стоковый Но так как у меня V8, наконец-таки он может звучать В отличие от гибрида Я решил выхлоп сварить Выхлоп сварен двумя параллельными трассами На 63 миллиметра От коллектора Без пламя-гасителей Без резонаторов Только два сзади глушителя А, еще трассы не пересекаются У них нет X-pipe, H-pipe, ничего нету Просто две параллельные трассы Выйдя на назад И можно послушать, как они звучат В принципе, нормально Это вот так Как-то был гибрид С салоном пока что все печально Он разобран Нужно его собирать Учитывая, что уже зима Это не совсем удобно Поэтому сервис не всегда доступен Потому что там тоже люди работают И жду пока место освободится Пока место свободное Я им там занимаюсь Что еще могу сказать Система мультимедиа Или как это назвать Экран А он остался от гибрида Тут показывает погоду на марте Какие-то тут электромоторы Я не знаю, что это Откуда это Тем не менее, мы стоим А машины не крутятся Вот Ну, это что тут Приборку пришлось поменять Руля стоит криво Да, потому что он равняется С помощью компьютера Но Пока что у меня тут блоки Ругаются между собой Потому что часть блоков стоит От Японского Lexus От такого Остальные блоки Некоторые Стоят От гибрида И Так как они были все Взаимосвязаны Абсолютно все Некоторые Ругаются Приборка Где-то у меня тут была Приборка Приборка А как У тебя еще тут полмашины У меня еще тут полмашины Это что? Это приборочка была От Гибрида Тут нету тахометра Тут вместо тахометра Показывает Показывает Да хренит Показывает Вот Тахометр интересней Поэтому Пришлось найти Приборку Слушай Вот ту вечеринку Вот там Мы позже отснимем Да Вечеринка Иштечок Это Ручка F-Sport Оригинал Carbon По делу По делу Почему вообще Собственно Родилась эта идея Она не родилась Она была вынужденная Мера Потому что После Своего предыдущего Lexus Не знаю Может кто-то помнит Кто-то нет Ну кто постарше Кто-то помнит Шоколота Не помнит Был Такой Lexus Беленький Турбовый На 2GZ GTE VTI На 154 коробке С кучей ништяков И он был Прям вообще Кайф 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 Но Почему-то Я его решил продать И В принципе Я не удивился Его забрали у меня За 3 дня Потом я Долго грустил Не знал Что себе купить Взамен И решил Повзрослеть Вот И захотел Себе гибрид Что-то новенькое Интересное В итоге Гибрид оказался Новеньким Интересным Буквально Там года на 2 Потом у него Кончился Мотор Это была Болезнь у него Этих моторов 3,5 литра И Первый раз Я сделал Капиталочку Капиталки Похватило Ненадолго Сколько денег? 150 тысяч Вышло на капиталку На первую Потом Через 50 тысяч У меня Случается Опять Та же Самая Беда И В итоге Я думаю Ничего Не менять Ой Не Ремонтировать А просто Переделать Его В бензинку В8 4.3 На 3 Уз Слапнуться Вместе с коробкой И со всем остальным В принципе Что я сделал Я продал Все что осталось Целое Со своего Лексуса Там вышло Около 100 тысяч Купил Свап комплект Точнее Купил машину Сам выбирал На аукционе И с человеком Как бы Поделили ее Мне досталась Вся техническая часть Ему Кузов Салон Все остальное Машина стоила В районе 300 тысяч Рублей Японский Аукцион Да Японский аукцион Уже распиленная В Владивостоке Вышла Там В 320 В итоге На все про все Я потратил 160 тысяч На свап комплект По идее Я купил Свап комплект От такой же машины Я думал Все будет просто Но оказалось Нет Так как гибрид Это совершенно Другая машина Абсолютно Все Тут даже Короба Блоки Предохранители Все другое В этой машине В итоге Мне пришлось Уже искать От европейской Машины Все эти запчасти Искать Именно 430 Найти невозможно Потому что Он редкий Купил От 300 И из трех проводов Делал одну Короче Не покупайте Гибрид Только Приус А В данном Кузове Это только геморрой И ничего интересного Батарейки хватает Ненадолго Моторы Дохлые Какой расход был На гибриде На гибриде был Расход Литров 10 11 По городу Но сейчас Показывает 12.3 Если это так То гибрид Вообще Не имеет смысла Зато мы получаем Звук По итогу Мотор Коробка Весь Свап комплект Вышло в 160 тысяч Выхлоп В 50 тысяч По подвеске Потрачено было 1030 Тормоза 1030 Тоже Это 60 160 220 Плюс выхлоп Это уже 270 Короче Вот такую вот сумму Мы подведем В итоге Это покраска А, ну покраска Да, покраска Основной Это 60 тысяч рублей Мы объявили По-братски Вот С полным разбором И в том числе И крышу Я ее не хотел красить Но А, кстати, кстати Так как Я решил Зимой ее не красить Ну, потому что Перед зимой Красить Ну, как-то Не очень Может быть Есть у кого Выходы на винил Потому что Есть Идейка Одна С винилом А-ля Как BMW Красненькая Но Похожий Похожий Не Сигареты Не Мальбора Не Мальбора У меня не Мальбора Винилами Винилами Вопрос к аудитории Оставьте свой комментарий Как вы считаете Винил на кузове Это уже устаревшая тема Или все-таки В следующем году Она будет иметь спрос Или все-таки Забить на винил И поставить подсветку днища Хотите немного Туннельной болезни А теперь переулочная болезнь Даже отсечка есть Ничего себе А, эти надо Ну и по нашей Старой доброй традиции В каждом видео Должен быть Хотя бы Один бёрнаут А теперь мы еще И с микрофоном Это запишем Субтитры делал DimaTorzok Двумя колесиками Как так? Просто для видео Стал двумя бёрнаутить На этом все на сегодня Вау Подписываемся Жмем лайки Колокольчики И все-все-все И приезжайте к Глебу Да, я очень гостеприимный Ну и в заключении Всех с наступающим Новым годом Кагача Как это докера логотипов Может кто-нибудь из вас снимет Ладно, чуть-чуть Возьмем другую И в третьих Хэнсон Хотел сказать Хэнсон Не говори Хэнсон А сейчас о главном Что же произошло за этот период Не считая того, что Хэнсон записал свой новый клип Субтитры делал DimaTorzok